Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Если вы до сих пор не подписаны, мне будет безумно приятно, если вы это сделаете. Сегодня, как вы уже видите, у нас фаршированные перчики. Я обожаю, даже когда мама готовила раньше, долма учпаджи, который называется Три сестры. Я больше всего любила перчики, правда здесь много. Не знаю, смогу ли я все съесть. Хлеб забыла. Но ничего, без хлеба тоже идет. В общем, приготовила сама. Немного соли переборщила. Готовится очень легко. Рецепт у нас есть на канале. Но, блин, даже без рецепта это проще простого. Просто жарите мясо с лучком отдельно. Потом все это в перчике. И все, вкуснятина получается. Время уже шесть. И только сейчас я села снимать для вас видео. А все почему? Как вы думаете, у нас очередное ЧП, связанное с квартирой. Мы так угорались, мамы. Вот реально, столько времени потратили на этот кафель. Я вам во влоге показывала, что когда мы приобретали квартиру, кафель был фартук на одну стену. А я хотела кухню угловую. Поэтому нам пришлось отклеить кафель с одной части и приклеить на другую. И мы это все успешно сделали. Все выглядит красиво. Заплатили за это все деньги. Радостное. Зовем, значит, дизайнера, который будет измелять все. Пришел специалист, и он немного был в шоке от того, что кафель был приклеен изначально очень низко. Стандартный до 90 сантиметров. А у нас кафель прям, ну, очень низко получается. И самый прикол, что никто не обратил на это внимание. Как был он низко, так мы его и приклеили. То есть изначально тот, кто клеил в этой квартире кафель, он допустил ошибку. А мы уже, исходя из его работы, сделали то же самое. И знаете, как получается? Если оставить все так же, как и есть, чтобы порезать что-то на столешнице на кухне, тебе надо сесть на стул, потому что столешница очень низка. Расположена. Мало того, что это очень неудобно, плюс наши розетки, которые стоят уже на фартуке, они уходят вниз. Короче, шляпа. Одна большая жирная шляпа. Если делать, соответственно, тем разметкам, которые уже есть, получается, что когда ты режешь там что-то на кухне, во-первых, тебе надо стоять сгорбившись. Это раз. Во-вторых, чуть что, ты будешь головой ударяться о шкафчики, которые будут расположены неверно. Дабы избежать все эти моменты, мы решили, ну ничего. У нас все там с третьего раза получается. Ничего страшного. Весь этот кафель нафиг сносим. И делаем фартук деревянный. Заказываем. Сейчас посмотрим, как он сделает все. Возможно, спальню я тоже закажу у него, если мне понравится его работа. Ну, посмотрим. Я такой человек. Я всю жизнь ненавижу что-то переделывать. Мне проще изначально сделать хорошо, чем потом опять сидеть, это все переделывать. Даже видео. Редко бывает, что я видео, например, переснимаю. По-моему, видео, что в моем телефоне. Бук-банки так вообще. Что переделаешь, если ты все доел? Тут уже ничего не сделаешь. Надо уже ждать, пока ты опять проголодаешься. Приготовить что-то другое. Например, перчики я приготовила немного для мамочки. Мама, бабушка не ест. Ну, в общем, ничего не поделать. Уже вот так вот случилось. Мы просто с мамой посидели, поугарали. Решили, что будем все это сносить. Поэтому, наверное, поклейка обоев, скорее всего, будет еще не скоро. Но хорошо, что дизайнер нам сказал, что кухня будет готова в течение недели, максимум 10 дней. Это пушка. Во влоге то, что я вам показывала, стол и стулья. Я хочу взять их. Но дизайнер, если честно, сказал, что они не очень прочные. Лучше брать железные. А железные совершенно не красивые и вообще не подойдут. Дизайнер говорит, если вы собираетесь давать, вам бы что-то попрочнее. Неважно, сочетается, не сочетается. Главное, чтобы это было долговечно. Вот поэтому даже не знаю, как, что. Сочетается, не сочетается. почем нам обошлась кухня многим интересно поэтому скажу кухня нам обошлась 1200 я выбрала белую матовую кухню с черными ручками и черная столешница и еще фартук опять же будет черный по мне должно должно смотреться хорошо он показал пример его работ мне вроде как понравилось нормально не знаю вам интересно вообще тема про квартиру я просто вам так рассказываю надо в названии к видео тоже написать что про квартиру поэтому в банках я всегда название стараюсь писать всему вот вы например смотрите что название например про квартиру и уже думать иметь не интересно не зайду к я например зайду на другое видео где я там говорю про отношения про парня про любовь поэтому стараюсь называть не просто фаршированные там например перцы еще что-то а стараюсь называть именно по теме итак давайте немножко по отвечаю на вопросы индира задает вопрос индира тебе огромный привет айка смотрела твой влог он длился 9 минут 57 секунд нельзя ли было на 3 секунды сделать больше и заработать больше денег от каких видео больше денег от длинных или коротких имеет ли это значение и часто замечаю что большие блогеры снимают влоги по 30 40 минут и не понимаю какая польза можно же снять несколько видео наверное от этого не больше зарабатывают что касается длинные видео конечно это влияет на доход чем длиннее видео тем больше денег вы зарабатываете даже дело тут не только в этих желтых рекламных паузах когда видео подлиннее иногда бывает из одной этой штуки выходят две рекламы поэтому выгоднее наверное снимать подлиннее говорить когда что-то показываешь просто делать это длиннее просто мне как-то нудно неинтересно смотреть влоги например я смотрела блогера у нее влоге ну час я вот реально половина половина ее влогов просто перематывание просто тоже там про ремонт и все дела то что там в квартире делает мне это интересно безумно но просто она все это настолько тянет тянет для меня это минус нежели чем плюс поэтому я люблю когда компактно ничего лишнего коротко и по делу вот так вот а насчет денег ну да длинные видео это конечно больше денег кстати насчет деньги вчера вечером захожу в тик ток и замечаю блин ребят столько стало вот этих вот экстрасенсов гадалок которые раскидывают карты в тик токе неужели никто не может в это вмешаться не знаете кто просто блокировать а правоохранительные органы начать заниматься этими людьми ладно ребят мы с вами на спроси иногда когда люди находятся в отчаянии или пожилые люди наши бабушки и дедушки которые реально искренне верят во все это и просто таких людей разводят на бабки чем отличается обычное мошенничество от вот этих вот гадалок мне кажется уже давно пора на законодательном уровне ввести какие-то я не знаю там сертификаты например я утверждаю что я гадалка я экстрасенс не знаю все что угодно ты проходишь какой-то тест на гос уровне и доказываешь свои способности после этого тебе дают какую-то бумажку например которая дает тебе право заниматься всеми этими делами не смог доказать все нечего людей обманывать смотрю молодые девушки сидят раскидывают карты обманывают людей ну вот реально по мне это чистой воды просто обман у меня знакомая вообще отдала кучу денег когда у нее были проблемы с мужем на тех людях у которых беда у которых проблемы какие-то сложности делаются большие деньги я просто не понимаю почему это никак не пресекается ну типа это в очень мелком размере мошенничества я конечно все понимаю но все же эти люди обманывают других людей и поймать их не так уж и сложно все оставляют свои номера контакты и так далее просто узнал за кем привязан этот номер телефона нашел человека взял отправил хотя бы на 15-20 суток и самое страшное заключается в том что таких людей с каждым днем все больше и больше никто просто ничем не хочет заниматься просто обманывать других людей это большой грех не знаю конечно может я не права напишите пожалуйста свое мнение в комментариях как вы считаете это нормально вообще то что у нас происходит на этом все спасибо что досмотрели это видео до конца всех люблю целую спасибо